Начало второго тысячелетия. В течение последних двухсот лет поселения по всей Европе живут в постоянном страхе перед двумя группами безжалостных языческих налетчиков – венгров, которые нападали на внутренние районы Европы, и скандинавов, нападавшими в основном вдоль побережий. Но это был не просто бессмысленный грабеж. К началу XI века викинги уже были глубоко вовлечены в местную политику ослабленных западных герцогств и королевств и чаще занимались торговлей, а не набегами. В 1008 году норвежский отряд под предводительством знаменитого Торкелла Высокого грабит побережье Восточной Балтики. Среди его людей 13-летний Олаф Харальдсон, один из потомков первого короля Норвегии. Тут он прокладывает свой собственный путь к богатству и славе. Поначалу это было трудное путешествие, так как однажды отряд Олафа попал в засаду и был уничтожен финнами на юге Финляндии. Но в течение следующих нескольких лет им повезло больше – они опустошили побережье Англии. Король Этельред в конце концов заплатил огромную сумму, чтобы избавиться от них. Но по иронии судьбы, пару лет спустя Олаф помог английскому королю в его борьбе против датского вторжения Свена Вилобородова и его сына Кнута. В 1013 году Олаф разграбил побережье западной части Пиренейского полуострова, возможно, направляя Средиземное море. Есть история, что тогда к Олафу пришел могущественный колдун, убеждающий его отказаться от своих планов и отплыть домой, чтобы стать королем всей Норвегии на веки вечные. Очевидно, это могло быть аллегорией, но Олаф последовал этим предсказаниям и отплыл обратно на север, где зимовал при дворе герцога Ричарда Нормандского. Родственники Олафа на севере Франции поселились там два поколения назад и теперь были западными христианскими воинами. Там юный Олаф был впечатлен рассказами о могущественном Карле Великом, о его деяниях и о том, как он построил Франкскую империю. Эти истории произвели на молодого человека неизгладимое впечатление и в начале 1014 года Олаф был крещен в Руанском соборе. Вскоре он покинул Нормандию и отплыл обратно в Норвегию. Страна была разделена между различными местными вождями, но самыми могущественными были ярлы Лейда, формально вассалы датского короля. Но на момент прибытия Олафа в Норвегию датский король Свен Вилобороды умер, а на трон зашел его сын Кнут. Олаф увидел в этом возможность и предложил Кнуту свою помощь в восстановлении контроля над Англией. Вклад Олафа в возвращение Кнута в английского трона остается неясным. Успех последнего облегчил Олафу путь к трону в Норвегии, поскольку его самый влиятельный противник, ярл Эрик Лейдски, был назначен королем Кнутом графом Нортумбрии. Таким образом, в 1015 году Олаф воспользовался этим преимуществом и короновал себя, как короля Норвегии. В последующие годы Олаф укреплял свою власть над различными мелкими правителями по всей стране. Но помимо своего стремления к власти, Олаф, как ревностный христианин, насаждал новую веру среди скандинавов. Поскольку, несмотря на то, что вера в Иисуса уже достигла многих поселений в прибрежной Норвегии, более отдаленные районы все еще поклонялись древнескандинавским богам. И все же Олаф был безжалостен и решителен. Он огнем и мечом обращал свой народ в новую веру. В 1024 году Олаф объявил христианство официальной верой в Норвегии. Это было непопулярное решение, которое нажило ему много новых врагов. Более того, дальнейшее решение Олафа о приведении соответствующих законов в соответствии с христианским правом и усилении контроля над местными лордами с использованием его дружины, сколотили против него серьезную оппозицию среди всей норвежской знати. Однако реформы короля Олафа и суровая христианизация не смогли разжечь достаточно огня, чтобы угрожать его положению. Реальная опасность для его правления находилась далеко за границей. Кнут, король Дании и Англии, был хорошо информирован о действиях Олафа в Норвегии и воспринимал его лишь как короля Данника и подчиненного. Он отправил письмо Олафу, напоминая ему о его положении и призывая признать себя вассалом Кнута. Олаф отказался это сделать, надеясь, что Кнут будет занят решением проблем в Англии и Дании, а про Норвегию просто забудет. Но он ошибался. В 1026 году Кнут послал большой флот, чтобы расправиться с Олафом и его союзником, королем Швеции, но последовавшее за этим морское столкновение не принесло результата. Впоследствии Кнут узнал о внутренних проблемах Олафа и начал поддерживать его оппозицию, покупая их обещаниями и сокровищами. Он также настроил ярла Лейда против него. Затем, после паломничества в Рим, Кнут отплыл с войском в Норвегию. К этому моменту у Олафа не осталось средств для продолжения борьбы с Кнутом, и при слабой поддержке собственной знати он был вынужден бежать. Олаф искал убежище в Швеции, а затем при дворе великого русского князя Ярослава Мудрого в Новгороде. Вскоре после назначения Хакона графом Норвегии Кнут отплыл обратно в Англию. Однако в 1029 году новый граф утонул в море. Олаф, в свою очередь, узнав об отъезде Кнута и смерти Хакона, воспринял его как прекрасную возможность вернуть себе королевство. В начале 1030 года он прибыл в Швецию со своими самыми верными воинами, где его подкрепили шведские викинги, которые, по иронии судьбы, были преимущественно язычниками. Войско Олафа достигло Тронделага летом того же года и направилось к Вердальской равнине, в 70 километров к северу от Нидароса. Норвежские саги указывают на то, что Олаф собрал несколько тысяч человек, но более вероятно, что его войско было намного меньше. Они разбили лагерь на возвышенности недалеко от города Стикельстад. Олаф предполагал, что как только разнесется весть о его высадке, он сможет собрать значительное число сторонников Норвегии. Но мы никогда не узнаем, произошло бы это на самом деле или нет, поскольку в последних числах июля вражеская армия вступила на равнину. Возвращение короля заставило двух влиятельных вождей Калфа Арнсона и Тори Рахунда бросить вызов Олову и защитить власть Кнута в Норвегии. Их войска были менее закаленными в боях, но значительно превосходили по численности. Обе армии ярлов более чем в два раза превосходили войско Олафа, которое все еще насчитывало не более нескольких тысяч человек. У Олафа не было плана сражения и, скорее всего, он был удивлен размером армии, с которой ему предстоило столкнуться. Холм, на котором они разбили лагерь, не был укреплен никакими полевыми укреплениями. И единственной надеждой Олафа выиграть битву была неожиданная атака с холма по застегнутому врасплох противнику. В итоге так и произошло. Обе стороны столкнулись у подножия холма. Две стены щитов старались одержать вверх в рукопашной схватке. Битва была долгой и кровопролитной. Погибло много людей с обеих сторон, но войско Олафа, несмотря на отчаянные попытки удержать свои позиции, постепенно было отброшено назад. По мере того, как росло число погибших, силы Олафа постепенно истощались из-за потерь и больше они не могли отражать атаки врага. В конце концов, согласно преданиям, король Олаф получил три ранения, после чего упал и ударился головой о большой камень. Смерть предводителя стала последней каплей. Его войско рассеялось, оставив поле боя за армии Кальфа и Трорера. Поражение Олафа сделало Кнуда бесспорным королем Норвегии. Однако, последующие годы суровое правление сына Кнута, который был вызван Норвегию править в качестве заместителя своего отца, заставило норвежскую знать осознать, что во время правления Олафа они жили не так уж и плохо. Одним из важных признаков того, что популярность Олафа значительно возросла после его смерти, было то, что пять лет спустя его сын Магнус взошел на трон. Более того, он был поддержан Кальфом Арнерсеном, который разбил его отца близ Стикельстата. Год спустя тело Олафа перезахоронили, а во время эксгумации обнаружили, что его тело сохранилось нетронутым временем. Это чудо, в свою очередь, положило начало для его канонизации. Героическая последняя битва короля Олафа при Стикельстате и его усилия, хотя и часто жестокий по христианизации Норвегии, еще долго укрепляли его популярной в стране. Позже Норвежская церковь организует культ короля-мученика, который превратит Олафа в главного покровителя Норвегии, который станет важной фигурой государственного строительства в формирующемся норвежском государстве.